Решил записать данное видео, разъяснив некоторые нюансы механики трамвая, а именно создание линий трамвая, то есть проведение маршрута, так как стал замечать, что у некоторых пропадают так называемые линии и считают, что это баг. На самом деле это не баг, это часть механики трамвая и хочу объяснить некоторые моменты, как сейчас, в принципе, создавать трамвая линия. Да, я пока создал небольшую, так называемую, тестовую линию, то есть, грубо говоря, разнестил. Сейчас немножечко посударю сначала, я покажу, хотя бы. Переходим, да, так называемую в обкладку общественного транспорта, то есть, выбираем трамвай, и когда мы на стаде, то есть, мы хотим здесь разместить остановки. Первое, что я хочу вам заметить, когда вы ставите остановки, будьте внимательны, не ставьте, так называемые, вот эти точки, так называемые столбцы остановок. Круг говоря, мы ставим за 200 колоссосов, это столбец, то есть, указатель, так называемые, остановки, то есть, трамвайные. Советы не ставить в тех местах, где, так называемые, создается стрелка. Сейчас, например, создать поставленный, вот, мы поставили, так называемую, табличку. Вот видите, еще создалась стрелка, то есть, трамвай может, я неоднократно замечал по механике City Skylines, что, если, так называемая, табличка остановки находится близко, так называемой стрелке, то трамвай может заехать на соседний путь, и, так называемый, будет делать маневры, чтобы обратно выехать. Будьте внимательны, то есть, лучше убрать, так сказать, либо чуть сдвинуть, так называемую, табличку остановки, а дальше от стрелки, трамвай все равно, City Skylines, пока у нас небольшие, небольшие трамвайсы, вот. Мы поставили, так называемую, таблички остановки. Теперь, мы хотим провести, так называемый, маршрут, да, мы выбираем линию, трамвай, то есть, нестандартно, то есть, берем точки, ставим, проводим, проводим, дальше обратно возвращаемся, и, опять. Или же вам показывают, что вы не можете, так сказать, поставить точку на соседний подход, и предлагают вам замкнуть, то есть, вы можете видеть, что замкнуть, то есть, выходя на соседний путь. То есть, объясняю, в чем причина. Из-за того, что City Skylines, теперь трамвай, имеет две кабины и выхода с двух сторон, то есть, работает по принципу метро. Да, да, здесь теперь система, как метро, по сути. И, поэтому, если вы хотите, как раньше, скандартно, чтобы трамвай пошел по кольцу, то вам необходимо поставить дополнительную, так называемую, точку, как Transport Forever 2. Ну, и потом, как-то, замкнуть. И, чтобы добавить, так называемую, точку на остановке, вы просто потом, так сказать, дополнительно ставите, так сказать, ну, добавить, добавляете точку и прикрепляете к остановке встречной. И трамвай будет останавливаться. Так, это у нас кой. Так, у нас четвертого маршрута. Он едет. А вот он. Следует. Пока. Сейчас, мы немножко ускорим момент, чтобы он проехал, чтобы мы с ним проехались до следующего кольца. Мы переставляем эту программу, чтобы вы дадите специальную новую бюллетню. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Я показываю самую систему лединии. Вот смотрите, трамвай прибыл. Да, я специально остановил. Трамвай прибыл. Взял, сменил направление. Почему он не поехал по кольцу? Объясняю, как в ситуации... Сейчас, точку. Мы уберем. Открываем точку, чтобы мы не прикреплены трамваем. Потому что у нас трамвай имеет, так сказать, конечную, только на одной стороне. То есть, смотрите внимательно. Куда, где у вас, так называемое, кольцо. Вот видите, по линии, вдруг он заехал и только обратно выезжает. Почему так? Потому что вы в данном случае не сделали, не продолжили, так называемую, линию маршрута, чтобы он оборачивался по кольцу. Что для этого нужно сделать? Да, нужно перетащить точку, так называемую. Да, можно поверх вот этой основки сделать. Протащить. Поставить. И потом, еще раз, дополнительную точку поставить на основку. То есть, и у вас, грубо говоря, трамвай будет полноценно оборачиваться. Сейчас, вернется. Туда-сюда быстренько. Тут даже и второй будет. Сейчас, вернется. Мы снова туда проедем. Сейчас, сядем на него, так сказать. Сейчас, проедемся на конце. Сейчас, посмотрите, остановится. Да, поэтому я говорю, что есть некоторые тонкости. Теперь по созданию некоторых линий транспорта. И введение, так называемых, этих линий. Вот, видите, он остановился и поехал дальше. Почему? Потому что мы, кстати, добавили дополнительную точку. Чтобы сделал оборот по кольцу. И он приедет на основку на противоположной стороне. То есть, с другой стороны говоря. Поэтому хочу сделать акцентированное внимание на то, что... Сейчас, немножко остановлю. Хочу сделать акцентированное внимание, когда вы создаете так называемую остановку. Особенно на тех участках, дороге, где трамвай выйдет в отдельную полосу. То есть, это на дорогах, то есть, грубо говоря, на четырех полосах с разделительной полосой. Я заметил, это делается. И на восемь полос на дорогах с разделительной полосой. То есть, грубо говоря, это на тех дорогах, где есть разделительная полоса. То есть, у травмальной линии делается так называемая... Ну, то есть, выделяется в отдельную полосу. И при создании остановок, то есть, создается так называемая съезды. Как метро. То есть, грубо говоря, вспомните, вот, первую часть Skylands, метрополитон. То есть, там же, как каждой станции, грубо говоря, бывали съезды. То есть, тут система аналогичная, по сути. Вот. Я надеюсь, что разъяснил более верно. Ну, и плюс дополнительно, что хотел сказать. У меня просто есть еще один из вариантов. То есть, два примера. Я, как бы, тоже заметил моменты. У меня есть просто отдельно выделенная линия. То есть, так сказать, двухполосная дорога. И посередине идет отдельная трамвайная линия, грубо говоря. Тоже есть, так называемые места, где размещены остановки. Вот, на таких отдельных выделенных линиях, двухполосных трамвайных, тоже, где ставите сног, тоже создает так называемый съезд. Будьте осторожны. Ну, и завершение хочу показать, что... О, ничего себе, с пробкой. Сдалась. Травайная. Так вот. Завершение хочу показать, вот в какой момент. У меня просто есть в городе трамвайный второй маршрут. И у него один из концов, то есть, так называемый... Покажешься? Рано, что не показывается. А, вот. И один из концов, так называемый... Плашрута. У него не кольцо. У него, грубо говоря, зоезд на платформу. И он меняет здесь кабину. Сейчас мы вот это увидим. Вот, в показке, вот стоит трамвай второго маршрута. Здесь он заедет. Он не самается. А, ну да, он ожидает, пока уедет, вот он первого маршрута, чтобы заехать на чужую платформу, поменять кабину и уехать. Вот, парочку секунд. Он выезжает. Он делает, так называемый, посадку и высадку. Меняет кабину, и направление движения, и уезжает. Дальше по маршруту, то есть в обратную сторону маршрута. И при этом, то есть, грубо говоря, не придется строить, так называемые, разворотные кольца. Я надеюсь, помог в данном случае. Спасибо за внимание.